Здравствуйте! Это новости на канале ННТ, в студии Факира Рамазанова, и вот о чем мы расскажем сегодня в выпуске. Газ должен дойти до всех. Сергей Меликов и руководство Газпрома договорились о совместной работе. Подробности через несколько минут. Засыпал корр для удобства клиентов. Владелец одного из баров Махачкалы решил расширить дорогу к своему заведению около канала Октябрьской революции. Бдительные горожане подали сигнал тревоги. Современные технологии в медицине. Дагестанские нейрохирурги провели уникальную операцию. Ландшафтный парк и не только. О том, что строят около крепостной стены Идербента, узнаем из сюжета наших корреспондентов. В Дагестане за сутки выявлено 611 случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, за сутки выздоровел 121, умер 1 человек. Всего привитых 1 миллион 47 тысяч 784. Напомним, на этой неделе был зафиксирован рекорд случаев заражения коронавирусом в Дагестане. 26 января диагноз лабораторно подтвердился у 391 человека. Предыдущий максимум 342 случаев заражения. Был зафиксирован 22 января. Ранее в Рио министр здравоохранения региона Татьяна Беляева заявила, что обстановка в республике крайне осложнилась. По ее словам, количество вызовов врачей на дом выросло до 200 раз в сутки. Тем временем, дагестанские врачи, несмотря на сложности, связанные с пандемией, продолжают и обычную свою работу. Так, хирурги Республиканской клинической больницы впервые в Дагестане внедрили современный метод удаления аденомогипофиза. При проведении ряда диагностических исследований стало ясно, у пациента аденомогипофиза. Опухоль необходимо было оперативно удалять. И нейрохирурги Республиканской клинической больницы выбрали для этого самый современный способ лечения патологии – трансназальный эндоскопический метод. Проще говоря, это тот случай, когда удаление новообразования осуществляется через нос, без проведения трепанации черепа. Аденомогипофиз – это очень сложные опухоли, которые растут на основании черепа, это очень глубоко, и к ним можно подобраться разными путями. Либо транскраниально это с помощью трепанации черепа, либо через нос. Через нос – это более безопасно для пациента, более комфортно, и это более правильный путь для хирургического удаления данной опухоли. Операция выполнена при помощи специального оборудования, которое называется нейроэндоскоп. Это специальный прибор, который позволяет приблизить опухоль к глазам хирурга. И хирург все четко видит на экране монитора, и мы можем удалить все безопасно и комфортно для пациента. Бригада специалиста по главе с Андреем Лещинским и завидующим отделением нейрохирургии РКБ Шамилем Садиковым избавила пациента от недуга. При помощи современного оборудования врачи с ювелирной точности удалили опухоль. Операция, которая длилась порядка четырех часов, прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо и уже идет на поправку. На сегодняшний день лучше нигде не бывает. Все имеется. Все вообще на высшем уровне. Условия замечательные. Вопросов никаких абсолютно. В Дагестане ежегодно в среднем 30-40 человек нуждаются в подобной операции. До сегодняшнего дня таких пациентов отправляли на лечение в федеральные центры. Многие из них, не имея возможности выехать за пределы региона, так и оставались без хирургического лечения. Теперь высокотехнологичную помощь они смогут получать в Ахачкале. Вообще в регионах мало где проводятся подобные операции. Не только СКФО, но и в других регионах мало где-то делается. Поэтому в основном эти операции проводятся в федеральных центрах, в крупных городах, в крупных больницах. Поэтому мы, соответственно, этих пациентов направляли в такие федеральные центры, где проводятся эти операции. Для проведения хирургических вмещательств на гипофизе, по поводу одного гипофиза, требуется эндоскопическая стойка, требуется микроскоп, требуются микрохирургические инструменты и плюс к этому навыки нейрохирурга. По словам Шамиля Садикова, за последние два года специалисты РКБ освоили более 15 новых нейрохирургических вмешательств, которые ранее не были доступны жителям региона. И в этом году эта работа будет продолжена. Асель Манапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. 11 районов республики, которые еще не газифицированы, должны быть подключены к газовому комплексу в ближайшее время. Об этом заявил Сергей Меликов по итогам переговоров зампредседателя правления «Газпром» Виталием Маркеловым. Напомним, встреча с представительной делегацией «Газпрома» состоялась накануне. После обсуждения широкого спектра текущих вопросов, глава региона и представители компании ответили на вопросы журналистов. В плане подключения к газовому комплексу 11 районов, которые у нас сегодня не газифицированы. В этом отношении мы, конечно, рассчитываем на серьезную поддержку не только со стороны компаний, которые занимаются газом или топливно-энергетическим комплексом, но и тех структур, которые занимаются сегодня оформлением участков земли, без которых должно оформленных мы не сможем идти дальше. Безусловно, к муниципальным образованиям есть много вопросов и поручений, мы о них говорили на недавнем оперативном штабе и будем спектр этих поручений расширять. Что касается, о чем я говорю, надо вместе к этому идти, мы не можем сегодня прийти и за жителя какого-то населенного пункта оформить должным образом его домовладение. Это же смешно, это должен сделать сам житель, а мы должны создать ему условия для того, чтобы он это сделал. Для чего он должен это сделать? Ответ элементарный вопрос. Для того, чтобы ему в это довладение законным образом подали кассу. Поэтому все, что нужно, мы условия создали, вплоть до беспрецедентного облегчения процедуры оформления домов в собственность. Но какие-то вещи должны делать сами дагестанцы. И они должны понимать, что сегодня будущее Дагестана в их руках, в том числе в том, чтобы мы избавились наконец-таки от этих инфраструктурных обременений. Чтобы мы могли на самом деле выйти на уровень тех субъектов Российской Федерации, которые сегодня являются передовыми. С тем, чтобы исключив эти инфраструктурные ограничения, мы могли привлекать сюда инвесторов. И жить уже той полноценной жизнью, которой давно дагестанцы достойны и к которой они, наверное, стремятся. Десять уголовных дел сразу. Бывшего главу села Манаскент подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба управления СК России по Дагестану. Следствие установило, что в 2013-2014 годах экс-чиновник незаконно выделил местным жителям земельные участки площадью от 400 до 1,6 тысяч квадратных метров, которые находились в собственности Карабудахкентского района. Сельчане впоследствии оформили на себя эти земли по подложным документам. Размер причиненного ущерба бюджету муниципалитета составляет 4 миллиона рублей. Махачкалинец засыпал канал Октябрьской революции, чтобы расширить дорогу к своему кафе. Жители улицы Майского обратились с жалобой в мэрию города. Незаконную засыпку остановили. На нарушителя составлен административный протокол. Его обяжут восстановить участок канала. В настоящее время специалисты изучают документы предприимчивого хозяина бара. Депутаты горсобрания Махачкалы обещают держать ситуацию на контроле. Мы привлекли управление архитектурой и строительством администрации города Махачкалы, административно-техническую инспекцию, сотрудников органов полиции. И приостановили данную деятельность в настоящее время у лица. Мы запрашиваем, почему осуществляют такую незаконную деятельность. И будем дальше также мониторить, чтобы лица, которые, понимая, что горность у нас для города, для республики, в целом вообще стратегическое значение, что не осуществляли такое свои незаконные действия, либо сыпка, либо иные ограничения, которые осуществляются в данном направлении. Мы также, кроме того, будут приняты соответствующие меры, касаемо обращения ведомства, Министерства природных ресурсов, чтобы в последующем они тоже мониторили прилегающую территорию. У крепостной стены в Дербенте началось благоустройство ландшафтного парка. Общая протяженность маршрута составит 600 метров. Городские власти обещают интересный проект, который главным образом будет предложен вниманию туристов и гостей древнего города. В продолжение темы сюжет Хамзу Нурмагомедова. Вот так выглядит проект будущего ландшафтного парка. Он будет проходить вдоль древнейшей крепости Нарын-Кала. На карте отмечены места отдыха и смотровые площадки. Протяженность парковой зоны составит 600 метров. Сейчас задача первая – очистить эту территорию, для того, чтобы была возможность проведения работ. И поэтапно приступать к выполнению этих работ. Здесь местами идет мощение в грунте. Местами есть мощение на специальных помостках, настилах, которые обходят определенные участки. Такие подвесные штуки очень интересные. И участок с точки зрения проведения работ очень сложный. То есть здесь подрядчику надо постараться, чтобы на этом участке с одной стороны здесь крепостная стена, с другой стороны такой вот рельеф сложный. И так скажем, ювелирная работа с точки зрения выполнения самих СМРов. Новое общественное пространство станет продолжением пешеходной зоны по улицам Медбекова. Она соединит маршрут к самому большому фонтану в Европе в парке имени Низами Гандживии. А вот проходящий неподалеку от стены водный канал планирует оградить растительностью и декорацией. Специально приехали для того, чтобы наладить взаимодействие между всеми заинтересованными. Здесь надо, чтобы были и дендрологи, и археологи. И еще работа отдельно по укреплению склона очень важно провести, потому что надо избежать после вырубки, после зачистки каких-то опасных моментов со сползанием склона. Поэтому здесь будет отдельный комплекс работы по укреплению. А что касается самого проекта, то кроме того, что здесь просто будет проложен маршрут, здесь еще будут организованы места для отдыха и специальная информационная навигация, которая будет рассказывать про историю места, про историю крепостных стен. Благоустройство парка будут сопровождать три группы археологов. Они предполагают, что во время работ может быть обнаружено большое количество находок, так как на данном участке стены происходило множество исторических событий. Три археологических раскопа общей площадью больше 400 квадратных метров, что позволит получить какие-то новые археологические данные об истории города. Это очень интересное место, место, где происходили постоянные столкновения. Как рассказал подрядчик, уже проведены подготовительные работы. Подробно с проектом ознакомился глава города. Он же будет лично контролировать ход реконструкции. Как говорится, назад дороги нет, только вперед. Поэтому все пожелания вам, чтобы вы оправдали все наши надежды. Чтобы не подвели ни в коем случае. В Красноярске продолжается международный турнир по вольной борьбе Гран-при Иван Ярыгин. Дагестанские борцы продолжают свое успешное выступление. О подробностях очередного дня соревнований узнаем у Курбана Рагимова. На решающий финальный спорт Шамиль Мамедов пошел за 8 секунд до конца встречи. Победитель юниорского первенства мира. В равной борьбе уступал земляку Рамазану Ферзалиеву, но нашел себе силы на атаку. Для Мамедова это уже второй за месяц титул престижных соревнований среди взрослых. Теперь все мысли о чемпионате Европы. Он чувствовала сладко еще до последнего проигрывал и в конце удовольствия. Рад остаться. Рад. На Рамазану Ферзалиеву вы земляки и такой вот такой дерби получилось у вас, дюждаговская, как говорится. Ты как-то настраивался на него или наоборот, может, тяжело было настроиться? Ну, я забыл про это все и настраивался на досхватку. Все равно мне, конечно, было трудно. И враги мне, когда за выход в финал боролись, и он с моего зала, и Рамазан. В принципе, он уже готов, уже ближе к взрослой борьбе, но его подруги тоже показывает. Всегда так было, когда и мы боролись, наше поколение, молодые люди, они вот как раз вот на таких турнирах не появлялись. Вот, и с помощью сегодняшнего, конечно, получилось было. Что дальше? Получается, он будет уже сосредоточен на взрослой борьбе? Или у него еще есть такой год? У него есть еще два года, по-моему, есть. У него до категории до 23 лет. Мы будем пробовать сейчас, раз сегодняшнего нам дал возможность, так будет. Дальше будем развивать его. Оказывается, молодой, свежий, голодный, да. В этой же категории бронза у Ибрагима Ибрагимова. Борец в соличной школе имени Гамидова одолел американца Джозефа Маккена. Золото Шамиля Мамедова стало для команды единственным за сегодняшний день. Без медалей сборная Дагестана осталась в дивизионе тяжеловесов. Здесь первым был петербуржец Айзор Хизриев. А вот категория до 79 килограммов у нас бронза. Гаджин Абеев вырвал медаль в драматичной схватке с американцем Алексом Диринджером. Динамовец впервые в карьере увозит награду из Красноярска. Когда он сравнял счет, ты был уверен, что ты сможешь вырвать эту победу? Ну, как сказать, 50 на 50. У меня настрелилось. Я думал, я одну атаку смогу сделать. Потому что он физически, как он держал меня. Мне всегда чуть-чуть не хватает. Вот всегда, каждый год на России, то третьим, то вторым, то... Только один из первых встал, чуть-чуть мне не хватает, не знаю. Чего? Нужно доработать. В третий день Орегинского гран-при определились составы очередных финальных пар. Сборную республики в схватках за золото завтра представят трое вольников. Даурен Куруглиев оспорит награду высшей пробы в очередном дагестанском дерби с Аманулой Расуловым. А Шамиль Мусаев попытается навязать борьбу олимпийскому чемпиону из США Кайлу Снайдеру. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также на нашей официальной странице в Инстаграм и на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!